Друзья, примерно два года назад Сергей Тихановский начал делать видеоролики для канала «Страна для жизни». Эти ролики были о бесхозяйственности, предпринимательстве и лжи. Один очень интересный ролик никогда не выходил на этом канале. «А вы уху ели?» Давайте вместе посмотрим, а потом покажем продолжение этой истории. На этом щите написать большими буквами «А вы уху ели?» и ниже добавить, что бесплатно всех угощаем ухой. Создать такой островок, где можно нормально провести хотя бы выходные с семьей, потому что у нас с этим проблема. Нет, я не отдам это озеро! Я не отдам озеро! Я не отдам озеро! Почему мэр не может жить в своем городе, там, где он руководит, как бы на месте? Зачем ему ездить из одного города в другой каждый день? Я не могу понять, почему зоотехника ставят мэром. Ну, ребят, люди не животные. Я хочу обратиться к чиновникам. Вот вы слышали историю про озеро, про этот рекламный щит с этой акцией насчет ухи. Да, я хочу спросить чиновники, а вы уху ели? В 2017 году чиновники мне предложили взять в аренду озеро. Ну, для меня было такое неожиданное предложение, что вот есть озеро, 23 гектара, вот оно замечательное, расположено между белорусской и российской таможней, но на территории Беларуси. Значит, я приехал, посмотрел, мне понравилось здесь такое тихое место, вот лесочек сбоку, да, вот там чуть дальше трасса М-10 Гомель-Москва, там есть тропиночка, дорожка сюда заезд, да, мне это все это очень понравилось. И я подумал, почему нет, приехал в райисполком, к зампреду, который курирует это направление, он говорит, да, есть действительно, есть указ президента, чтобы каждой лужи найти хозяина, вот, и очень здорово, что вы появились, надо подготовить пакет документов, заявление, и мы его рассмотрим. Ну, я начал узнать, что за документы, озера сдаются не просто так, нужно сделать план по зарыблению, то есть разводить здесь рыбу, и, соответственно, ее потом реализовывать населению, чтобы была дешевая рыба, да, речная, вот, или в данном случае из озера. Значит, как составить этот план, то есть я посмотрел, поездил по другим хозяйствам, озерам, нанял человека, который здесь сделал анализы, да, там, воды, значит, сделал план по зарыблению, там, какие культуры, значит, разводить, вот, когда сколько какого малька запускать, какой будет прирост, тайминг по годам, да, то есть как бы весь этот план расписал, а также мы сделали дизайн-проект вот на этом месте, где я стою, должна была находиться, должна была находиться большая гостиница на первом этаже кафе, на втором этаже, значит, ну, номера, соответственно, вот, но могла работать в таком ключе, как и санаторий, значит, эскизы я предоставил, сейчас они будут на экране, да, что вам было понятно, вот, значит, на этом озере находится КПП, маленькая, это вагончик, в котором нет ни света, ни воды, и сторожа здесь просто, так сказать, как в таких первобытных условиях находятся, вот оно, вот оно, это КПП, да, там печка, и вот люди здесь по двое суток дежурят, да, там, иногда у них разряжается телефон, и они уже даже и позвонить со своего мобильного не могут, вот, я хотел здесь, соответственно, все это сделать цивилизованно, подвести электричество, вот там чуть дальше есть линия электропередач, электропередач, ну, вода здесь, соответственно, скважина, вот, озеро интересно еще чем, что строилось в советские времена, здесь есть водонапорный кран, и открываешь, и оно сливается в каналы, здесь, значит, милиоративное, и, в принципе, рыба остается на дне, да, ну, не до конца это хорошо, как я понял, работает, но часть воды спускается, чуть-чуть остается там, да, вот, но тем не менее, вот, я предложил здесь построить, кроме гостиницы, вот, на той стороне озера, построить домики подальше, да, для рыбы, рыбаков, чтобы рыбаки могли здесь рыбачить, и, соответственно, переночевать в домике, там, печечка, да, электричество туда подтянуть, бани-бочки здесь поставить, чтобы, ну, куда надо подтянул, какому надо домику там, и люди могли принять, так сказать, водные процедуры, вот, значит, электричество сказал, воду сказал, здесь хотел сделать еще конюшни, значит, чтобы люди могли приезжать на выходные, или, там, когда здесь отдыхают, покататься на лошадях для детишек, квадроциклы, здесь никому не мешаешь абсолютно, вокруг озера идет дорожка, соответственно, по которой тоже можно кататься, да, вот, ну, и, собственно, здесь лодки катамараны, понтом поставить, да, ну, и, соответственно, создать такой островок, где можно, ну, нормально провести хотя бы выходные с семьей, потому что у нас с этим проблема, вот, и, мне кажется, недостаточно мест, куда, да, можно съездить, отдохнуть, ну, и, тем более, порыбачить, вот, привести здесь все в порядок, видите, здесь кустами все заросло, да, вдоль берега-то все нужно вычищать, выкорщевывать, обрезать, вот, и, собственно говоря, вот это все привести в порядок, и это мог бы быть такой интересный инфраструктурный объект, вот. Но, что происходило дальше? Значит, я подготовил все эти документы, значит, дизайн-проекты, там, схемы всякие, фотографии, беседки для отдыха, здесь тоже, кстати, забыл упомянуть, я их, не вот это, то, что сейчас здесь находится, да, вот это сооружение удач, страшное сооружение, да, нормальные, приличные беседки. Значит, все это оформили, подали в райисполком, зампред сказал класс, юрист сказал класс, все, ждем сессию депутатскую. Значит, проходит какое-то время, вот, и, значит, я звоню, мне юрист говорит, да, все нормально, депутаты проголосовали, единогласно там, все, готовим договора. Проходит еще какое-то время, я звоню в райисполком, ну, там буквально неделя-две, говорит, юрист уже этот не работает. Ну, я как-то так не понял, да, почему не работает, появился новый юрист, юрист говорит, вы знаете, там есть некоторые проблемы, что-то там сложности, и потом через недельку я узнаю уже, что, значит, это озеро уже отдали не мне, а отдали его здесь местному колхозу, вот, про который говорят, что он убыточный, концы с концами не сводит, а ему нужно еще оплачивать зарплату трем сторожам с налогами, да, там это 1500 рублей, да, и, значит, вот, тратить деньги на зарыбление, да, и все остальное, вот, ну, хотя уже многие люди знали, что уже отдали озеро предпринимателю, который здесь рядышком восстанавливает памятник истории культуры, как агроусадьбу собирается делать, то есть, ну, и в связке с этой агроусадьбой это озеро, оно бы работало, да, вот, там кафе, там гостиница, здесь, то есть, и все это могло работать. Еще я хотел, кстати, забыл сказать, вот, с трассы Москва-Минск, Москва-Гомель сделать сюда въезд, ну, и там тоже сделать маленькую кафешечку и поставить большой, большой рекламный щит, значит, а своего рода такую рекламную акцию, я хотел на этом щите, значит, написать большими буквами, а вы уху ели, и ниже добавить, что бесплатно всех угощаем ухой. Ну, план какой был, чтобы люди приезжают, и, соответственно, они могут бесплатно покушать ухи, ну, купить там что-нибудь, кофе, чай еще какие-то, может быть, какие-то другие блюда дополнительно, да, и потратить какую-то денежку там, ну, кто-то просто ушицы похлебает. А так как рыбы-то в озере много, соответственно, всю эту рыбу нужно как-то реализовывать, ну, почему бы не таким образом? Почему бы не таким, да? Вот, потому что я думаю, что это определенная проблема. Вот, то, что происходило дальше, я вам хочу сказать, что это до сих пор у меня не укладывается в голове, то есть, казалось бы, ты предложил классный проект, опять же, даже не сам, тебя втянули в это провести исследование, подготовить документы, нанять человека, проделать эту работу, есть указ президента, значит, о том, чтобы здесь все-все озера, как бы, имели хозяина, чтобы рыба разводилась, чтобы платилась аренда за эти озера, да, вот, чтобы на прилавках была продукция дешевле, вот, но, тем не менее, сейчас, 2019 год, вот, после того, как онлайнер приезжал брать у меня второе с интервью, по поводу моей гроусадьбы, я вам рассказал про озеро, мы приехали сюда, и видим, что КПП стоит вообще брошенное, я позвонил, значит, сторожу, узнать, что, что тут, как, он говорит, я уже не работаю давно, колхоз убыточный, отказался от озера, озеро бросили, и, соответственно, здесь вообще сейчас делай то, что хочешь, значит, электроудочками, возможно, здесь ловят, может быть, еще что-то делают, я не знаю, то есть, здесь абсолютно нет сейчас никакого контроля, но то, что предприниматель хотел, предприниматель предлагал, делал проекты, да, и как ему отказали, по непонятным причинам, отдав колхозу, и колхоз это не может тянуть, бросает, у меня в голове не укладывается. Однажды я ехал мимо соседней деревни, и там увидел машину мэра у монастыря, вот, ну, я остановился спросить, все-таки, потому что в райисполкоме-то трудно попасть там на прием, остановился, узнать, в чем же дело, то есть, зашел, спросил, где она находится, мне сказали, она в трапезной там супчик кушает, я зашел, она чуть не поперхнулась, и как будто увидела перед собой роту немцев, которые направили свои автоматы на нее, и она начинает кричать, нет, я не отдам это озеро, я не отдам озеро, я не отдам озеро, ну, не отдашь, не отдашь, ну, что-то кричать так, да. Вышел оттуда, ну, понял, что мэр не хочет отдавать озеро, позвонил людям, которые были там во время принятия этого решения, и они мне объяснили, что, ну, ты знаешь, сюда очень часто ездит отдыхать руководство, вот, я говорю, ну, и что, и получается, что, что они сюда ездят, они не отдали это озеро предпринимателю, говорит, ну, наверное, то есть, наверное, вот, я опять начал наводить справки, мне люди рассказывают здесь, и те, кто здесь работал, что поступает звоночек на телефон, значит, завтра сторожение должно здесь быть, и, соответственно, что здесь происходит, как здесь происходит, никто не знает, вот, и такие истории, как бы, сплошь и рядом, значит, я дальше начал наводить справки, что же это за человек такой, вот, а мне говорят, ну, Сережа, а ты что, не знаешь, у нее кличка Тысяча, я говорю, как Тысяча, ну, Тысяча, я говорю, и что это значит, ну, Тысяча, ну, значит, за Тысячу решаются любые вопросы, я говорю, понятно, так что, может, она деньги с меня хотела, ну, мы не знаем, там, хотела, не хотела, вот, и тут я начинаю вспоминать, что я-то с этим человеком знаком, когда я купил историко-культурную ценность, хотел, хотел восстановить дом, приезжал в райисполком, там, постоянно за кучей документов, первое, что она мне сказала, когда меня увидела, так, вы нам купите фейерверк на 90-летие района, я говорю, как, че, какой фейерверк, почему, я даже не предприниматель из вашего района, там, ни юрлицо, ничего, я просто физлицо, купил дом, пытаясь переоформить документы, я вам должен купить на 90-летие района фейерверк, вы серьезно? Второй раз, то, что меня удивило, я захожу в холл райисполкома, здесь охрана сидит, здесь какие-то люди, работники райисполкома, и такой мат-перемат трехэтажный стоит, два китайца, смотрю, мэр, говорит, ну, что вы на меня там жалобу написали в Минск? Так вот, эта жалоба, она ко мне сюда спустилась, я по ней сама буду и принимать решение, вот. И вот от этих матов там сворачиваются уши в трубочку. Значит, а китайцы построили в районе фабрику стоимостью 320 миллионов долларов. Я думаю, что с этой бюрократией, с теми разрешениями, документами, с которыми они столкнулись здесь в Беларуси и непосредственно в этом районе, я думаю, они просто там с ума сошли, потому что если я дом переоформляю там годами, да, из жилого в жилую, то целую фабрику на тысячу рабочих мест с подведением там электроэнергии, всего остального, ну, это просто космос. Однажды еще была история, когда она просила меня там помочь с размещением рекламы на световом таком большом экране, который стоит на центральной площади, не знаю, стоит он сейчас или нет, и сами же работники мне рассказали интересную историю, что этот же экран, по сути, это тот же фейерверк, да, на 90-летие района. Это то, что заставили предприниматели непосредственно и китайцев купить, а китайцы же, чтобы не растамаживать как-то, запчастями это ввезли, собрали какую-то старую модель, ее включили, она работает, но она живет столько электричества, что ее включают только там вечером, когда люди идут на работу, потому что ее нереально как бы, да, использовать. Ну, и рекламодателей, собственно говоря, нет, чтобы в Добруши на центральной площади каким-то образом это отбивалось. Ну, и, соответственно, эта идея, она накрылась медным тазом. А все почему? Хочу, как в Гомеле, чтобы стояли экраны. Я навел справки, что же это за человек такой, да, то есть, как бы, почти 15 лет работает мэром, посмотрел, оказывается, до этого-то она работала зоотехником в Ветковском районе. Я как бы не против зоотехников, вот, я просто не совсем понимаю, что это за трамплин такой зоотехника в мэры, да. И все-таки люди-то не животные, люди не животные, вот. И обращаться с ними так, и кричать матом, и на китайцев, и на предпринимателей, и на своих работников, это как бы, ну, не укладывается у меня в голове, вот. А еще я узнал, что мэр в Добруши, он не живет в Добруши, а он живет, оказывается, в Гомеле. Когда я начал наводить справки, мне люди говорят, а что ты не знаешь, что она даже в Добруши не живет, она живет в Гомеле. И ездит она очень часто туда на своей служебной машине, вот. И она стоит под окнами, и даже сбросили мне фотографии, вот. Я не совсем понимаю, то есть, есть законы, есть указ президента о том, чтобы у каждого водоема был собственник. Есть закон об обращении граждан. Я обратился, я сделал проект, меня самого втянули, сами чиновники втянули в эту историю, в эту эпопею с озером, и мне даже не ответили письменно, я не получил никакого письма. Только что-то мне по телефону сказал юрист новый, который работал там без году неделю. Вот. Я не могу понять, есть указ президента, не соблюдаем. Есть закон об обращении граждан, нет. Используем служебный транспорт, можно. Дуем предпринимателей, пожалуйста. Китайцев этих прессуем, окей. Матом ругаемся, да, можно. С людьми ведем себя, как с животными, пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Чиновники, вот вы слышали мою историю, мое предложение по поводу вот этого рекламного счета и надписи насчет ухи. Чиновники, вы уху ели? Сейчас озеро заброшено, сторожей нет, рыбу ловят электроудочками. Никакого сервиса в помине нет. Нет ни воды, ни электричества. Только оборванный красно-зеленый флаг. Тогда еще Сергей не знал, что поменять таких чиновников нельзя. Только вместе с президентом. Ведь они на местах выполняют совершенно другие функции. Фальсификация выборов и идеология. История нашла продолжение. И Фига Федоровна взорвала интернет трехминутным видео. Александр Григорьевич, можно приезжать. Все почти готово. Возле фабрики красота. Сейчас я вам покажу все. Александр Григорьевич, почти все готово. Наводится жесточайший порядок, как вы любите. Вырубается кустарник. Выжигается все. Чистится куча машин. Косится трава зимой. Конец января, 29 число. Косим. Косим, да? Александр Григорьевич. Все в порядке. Ольга Федоровна, здравствуйте. Ох. Мы тут еще и мэра нашли. Нечеще. Здравствуйте, Ольга Федоровна. Наводите порядок? Вы что, не здороваетесь с предпринимателями своего района? Ольга Федоровна, к приезду президента все готово? Ольга Федоровна, ну что вы в самом деле? Это же некрасиво не разговаривать. Расскажите, готово все к президенту? У вас айфон такой? Ничего себе. Все готово или нет? Ольга Федоровна, ну мы же переживаем. А то еще грязь с лицом. Зачем вы траву зимой косите? Зачем вы такие даете распоряжение косить зимой? Ольга Федоровна, кустарник посрезали весь. Что тут происходит? Мужики, вам самим не стыдно зимой-то косить траву, а? Что вы творите, а? Беспредел. Беспредел какой-то, ужас. Вот мэр. Что происходит? Ольга Федоровна, ну дайте комментарий, готово все к приезду или нет? Вся трава покошена или нет? Расскажите, Федоровна, ну что происходит? Ну что вы прячетесь от людей? Мы же страну для жизни вместе хотим построить. Ольга Федоровна, ну хоть какой-то комментарий дайте. Опачка. Это мы покажем Александру Григорьевичу. Вот так вот, вы видели? Это мэр. Мэр города. Смотрите, какая движуха. Вы видите, что происходит? Это жесть. Косится везде все, стрижется, красится, ребята. Это Беларусь. Это Беларусь. 29 января. Думаете, после этого ее уволили? Через полгода она провела в Ратомке президентские выборы. И только потом? Вы сидите? Пошла на повышение. 30 августа 2020 года Белта пишет о крепких хозяйственниках Гомельской области. На первом месте стоит бессменный руководитель Добрушского района Ольга Федоровна Мохарева. Цитата. Она держит на контроле все сферы и отрасли. О металле в ее характере и принципиальной позиции знают все, кто общался с ней хоть пять минут. Так и хочется спросить. Чиновники, а вы уху ели?